Главный вопрос для тех, кто уже давно зарабатывает в интернете, либо только начал зарабатывать, либо еще только планирует начать, пишет свои статьи на Яндекс.Дзене, либо еще на какой-то площадке, где взять инвайт, то есть приглашение, чтобы зарегистрироваться на площадке под названием Пульс от Мэйл. Для тех, кто совсем не в курсе, Пульс от Мэйл это такой конкурент Яндекс.Дзена. Ну то есть все, наверное, наслышаны, что на Яндекс.Дзен можно заработать денег, в принципе их легко вывести, их легко потратить. Даже у них была своя карта одно время Яндекс.Деньги, на которую их можно было вводить, приходить в магазин, тратить. Сейчас то же самое, только Яндекс.Деньги принадлежат Сбербанку. На Пульсе от Мэйл на данный момент вывода средств нет, но тем не менее деньги начисляются на счет, и эти деньги все понимают прекрасно, что когда-нибудь можно будет вывести. Хоть там и придется заплатить налог как самозанятому, либо как ИП, в зависимости от того, как вы зарегистрировались, но это будут живые деньги, которые авторы получат. И ситуация тут очень похожа на Дзен, но то есть на Дзене, когда еще было мало авторов, можно было нормально и хорошо зарабатывать. Естественно, многие, понимая это, хотят быстрее зарегистрироваться на Пульсе, вести там свои каналы и получать эту прибыль. Но тут возникает первое такое вот большое отличие Пульса от Дзена. Дело в том, что на Дзене, когда он только появился, мог зарегистрироваться практически любой, никаких дополнительных проверок не нужно было, набираешь 7000 дочитываний, и тебе подключают монетизацию. То есть никаких ограничений по регистрации. Вот, все просто. На Пульсе же такого нет. Здесь, чтобы зарегистрироваться, нужно написать в техподдержку. Раньше нужно было написать в техподдержку, и они тебе отдавали либо разрешение, либо отказывали. Вот, сейчас даже так нельзя. Сейчас, на данный момент, нужно получить инвайт, то есть приглашение от другого автора, который пишет на Пульсе. Я свое приглашение получил от человека, который писал на Яндекс.Дзен и смотрел мои ролики про Яндекс.Дзен на Ютубе. Вот, мы с ним как-то познакомились, встретились в Петербурге, пообщались, и через некоторое время он сказал, а что ты мне пишешь на Пульсе? Я говорю, ну там зарегистрироваться сложно. Он говорит, да вот лови инвайт. Ему, в свою очередь, тоже прислала инвайт одна подруга, которая была уже на Пульсе. В общем, примерно так это работает. На данный момент все хотят получить инвайт от Пульса, чтобы начать вести свой канал. Автор же, который раздает эти инвайты, в принципе, отвечает за тех, кому он их раздает. То есть нельзя там налево-направо ими разбрасываться, их дают всего три, и ты как бы выбираешь тех, кому ты доверяешь, кому уверен, и кто там более-менее соблюдает правила. Но что делать, если у тебя нет ни одного знакомого, который пишет на Пульсе, а инвайт получить очень-очень хочется? На самом деле, в сети можно найти много предложений, которые предлагают инвайты. Так вот, давайте немного поговорим об этом. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Собственно, чтобы оценить масштаб проблемы, скажем так, я хочу привести такой вот небольшой пример. После того, как я публикую какой-то рублик о Пульсе, там, неважно, показываю свой доход, либо там, как регистрироваться на Пульсе, либо что-то еще, любой ролик про Пульс, мне сразу в личку приходят десятки сообщений, привет, там Кретов, смотрю тебя на Ютубе, пришли мне инвайт. Так вот, представьте, инвайтов у меня всего три. Причем я отвечаю за каждый из них, то есть, кому я его отправил. Мне пишут десятки людей, которых я даже не знаю, которых я никогда не видел, и просят у меня инвайты. При этом нужно понимать, что у меня есть близкие друзья, родственники, там, люди, которые мне помогали на протяжении всего вот этого пути, что я прошел, и как бы они тоже хотят писать на Пульсе. И выбор, который я сделаю, то есть, отдать эти инвайты этим людям или просто незнакомым, которые мне пишут в личку. А инвайтов всего три, напоминаю. Это как если бы у меня была какая-то денежная сумма, скажем, 3000, которую мне нужно было бы раздать, ну, то есть, какое-то условие такое было. И мне бы писали в личку там люди, о, у тебя же есть 3000, которые нужно кому-то подарить, подари мне. Ну, я бы, наверное, так призадумался и в первую очередь подарил бы ее, скажем, сестре, там, друзьям каким-то. Ну, в общем, людям, которых я лично знаю и которым хотел бы этим помочь. Ну, и даже если бы я решил раздавать инвайты всем, кто мне напишет, то, в принципе, их количество ограничено, а число людей, которые там мне пишут постоянно, их большое множество. И как определить тех, кому отправить, возможно, посмотреть, кто лучше пишет, какие каналы он ведет и сможет ли он нормально писать на Пульсе. Ну, как бы, вот такой вот вариант. Но чаще всего мне пишут, привет, у меня на Дзене ничего не получилось, мне канал не одобрили, я хочу на Пульсе делать то же самое, писать то же самое, что у меня не прошло проверку на Дзене. Ну, так если у тебя это на Дзене проверку не прошло, то какова вероятность, что это у тебя пройдет проверку на Пульсе от Майл? Довольно низкая. Вероятно, именно поэтому Пульс и ввел такую систему, чтобы авторы думали головой перед тем, как давать кому-то инвайт. Ну, потому что некоторые люди, когда мне пишут, они даже в сообщениях допускают кучу ошибок орфографических. А Пульс, как я уже сказал, внимательно следит за тем, чтобы орфографических ошибок у него не было. Ну, по крайней мере, некоторые статьи он исправляет и просит исправить. Об этом я рассказывал в одном из видео, в подсказках его прикреплю. Но, кстати, он даже фактические ошибки исправляет. Ну, то есть, это когда вы неверно дату указали или события неверно как-то интерпретировали, скажем так. Вот, об этом тоже я рассказывал в предыдущем ролике, его тоже в подсказках прикреплю. Но, как говорится, спрос рождает предложение, даже если этого предложения фактически нет. То есть, люди, у которых нет инвайтов, предлагают их купить другим блогерам. Как пример, мне тут недавно в личку написали, попросили инвайт, я сказал, что, извини, чувак, их было всего три, больше нету. Причем, я так посмотрел, у человека есть свой канал на Яндекс.Дзене, у человека есть свой канал на Ютубе. То есть, ну, это человек, который, в принципе, ведет и пишет. Канал у него про велопутешествия, велотревел, подписчиков там сейчас не так много, если хотите, можете посмотреть, если интересно, можете даже подписаться. Вот, почему я про него рассказываю, почему я рассказываю сейчас про канал. Все дело в том, что он как раз увидел где-то у меня в комментариях или еще где-то предложение о том, что продаю инвайт, кто-то написал ему. Ну и, собственно, он решил купить этот инвайт, чтобы зарегистрироваться на пульсе. Я попросил использовать его, вот эту переписку с человеком, который якобы продает инвайт, чтобы показать вам, как делать не надо. Нужно понимать, что авторов на пульсе не так много, чтобы все подряд, какие-то там непонятные школьники, распродавали эти инвайты налево и направо. Причем за копейки, там сумма копеечная была назначена. Ну, то есть, насчет этого даже стоило задуматься. Тем не менее, вот эта переписка, вот как это все происходило. Дружище, привет, я по инвайту. Привет, бро. Да, один ушел уже. Я у знакомого перекупил, сам немного другой темой занимаюсь. У тебя вроде два или уже не осталось? Один только что забрал с ютуба парень. Че по цене? Не хочу много наваривать. Ну да, че там много наваривать, инвайты это ж такая штука. Налево-направо можно раскидываться, их вон полно везде. Называй. Важно, чтобы по-честному все было. Три старые. Не знаю, много, мало. Можешь свою назвать. Это норм цена. Яндекс мой, закинешь, отпиши. Ты на дзене тоже пишешь? Скинул. Ну и чек пересылает. Ну, собственно, нужно понимать, что 300 рублей это не норм цена. Это очень низкая цена, да и вообще никто особо, наверное, не хочет продавать инвайты, чтобы потом отвечать за то, что пишет этот человек. Если ты только продаешь человеку, в котором более-менее уверен, но тогда зачем вообще продавать, чтобы навариться? Ну, странно. 300 рублей, да проще на эти деньги свой канал какой-то завести, и еще больше заработать. В общем, странно. Ну и, естественно, это странно не прошло даром, потому что вот этот вот человек, после того, как получил деньги, получил чек, подтверждение, просто испарился и заблокировал данного блогера. В итоге потом, как он мне написал, ни денег, ни инвайта. Остался у разбитого корыта. Ну, на самом деле, 300 рублей сумма небольшая, но если вы проводите такие деньги, то проводите хотя бы их с гарантом каким-то, причем с проверенным гарантом, а не того, который он вам предлагает. Сами найдите гаранта и сами предложите провести через него сделку. Ну, это опять же все условности, потому что налево-направо инвайты по 300 рублей никто не продает. И за 500 тоже не продает. В общем-то, их почти никто и не продает вообще. В итоге доходит даже до очень смешного. Пишет мне, допустим, человек, говорит, так и так, дай мне инвайт. А я ему такой, нету инвайта, было всего три. Он пишет, окей, а где ты сам взял инвайт? Я говорю, ну так и так, есть у меня один товарищ, один друг, который со мной им поделился. Он, о, прикольно, а у него же три инвайта. Ну, то есть один он тебе дал, значит, остался еще один. Напиши-ка ему и попроси мне инвайт дать. Я ему, да, конечно, обязательно так сделаю. Только как тебя представить-то? Сказать, что ты человек, который мне в личку написал? Он говорит, ну, нет, поручись за меня. Скажи, что вот твой подписчик там или кто там, я не помню. Просто, ну, поручись за меня. А как я за тебя поручусь? Я же тебя сам первый раз вижу. Ну и дальше начинается, ну, пожалуйста, я буду нормально писать, но, пожалуйста, ну, пожалуйста, 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 10 тысяч раз, пожалуйста. В общем, вот в таком вот ключе общение происходило. Я такой, ладно, ладно, напишу товарищу. Что я написал товарищу? Просто заскринил переписку, переслал и говорю, вот так и так, инвайты тебя просят. Товарищ такой говорит, ну, у меня на самом деле у самого их сейчас нету, но это очень странно. С таким же успехом вы можете заходить на каналы на пульсе, смотреть контактную информацию и писать всем блогерам, которые там размещены, привет, куплю у тебя инвайт, либо просто подари инвайт. Кстати, с подари инвайт, мне кажется, шансов намного меньше, хотя и скуплю инвайт их тоже не очень много. Как минимум, чтобы получить инвайт от незнакомого блогера, если у вас нету самого знакомых таких вот, которые ими располагают, нужно заинтересовать человека, то есть показать, что у вас есть канал, либо показать, что вы хорошо пишете, какие-то другие площадки показать, где вы добились успеха, показать хотя бы грамотность свою буквально элементарную. Потому что мне иногда пишут люди, которые даже не знают, как называется площадка сама, на которую этот самый инвайт нужно получить, то есть пишут, и не знают, что инвайт называется инвайтом. Так вот, в тот момент, когда у меня еще были инвайты, я бы, возможно, поделился ими с тем человеком, который прислал бы мне свой канал, и этот канал бы как-то у меня срезонировал, мне бы показалось, что это интересная тема, что действительно этот человек интересно пишет, что действительно за него можно поручиться. Тогда бы я этот инвайт, конечно, отправил человеку. А так, ну просто, да инвайт, да с чего бы. Как я уже сказал, мне проще самому свой новый канал какой-то зарегистрировать, на самом деле я так и сделал, плюс там, не знаю, каким-то друзьям знакомым дать, с которых я уверен, опять же, я так и сделал, чем продавать эти инвайты или дарить кому-то. Так что не обижайтесь, не обессудьте, но вот так вот. А у меня сейчас на пульсе пара каналов, второй на данный момент проходит проверку, посмотрим, что там получится, можно ли будет писать, одобрят ли эту проверку. О нем я расскажу немного в следующих своих видео. К этому моменту возможно, но не факт, на пульсе откроют общий доступ и каждый сможет регистрироваться. Когда это будет, я точно не знаю. Вот, ну а у меня на этом все, подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь, до новых встреч, пока!